Здравствуйте! Время новостей. На Первом Крымском студии Александр Макарий. Вот главные новости к этому часу. Вот эти все постройки вдоль дорог существовать не будут. Это я вам еще раз говорю. Никто из тех, кто захватил землю в данном случае незаконным способом, ее не получит на том же месте. Регистрация недвижимости, национализация предприятий и установление прожиточного минимума. В Совете Министров Республики прошло очередное заседание. При этом любая подвижка грунта всего лишь на один сантиметр приводила к увеличению давления в 10 тонн, что могло вызвать разрушение. То есть запас прочности данной конструкции не был рассчитан должным образом. Ошибки в проектировании и в строительстве в Симферополе подвели предварительные итоги расследования причин аварии на объездной трассе. В любом случае мы должны остановить сейчас. Уже она остановлена, я так думаю. Но надо проверить произведение всех строительных работ. Война с незаконными постройками. В Крымской столице проходят проверки малых архитектурных форм. Вопросы национализации предприятий и выделения земельных участков, очереди у профильных ведомств и новый прожиточный минимум. Все это обсудили на заседании Совета Министров Крыма. О принятии важных решений в самых разных отраслях жизни полуострова смотрите в нашем сюжете. Крымхлеб из рук частников вскоре перейдет республике. Правительство Крыма после массовых проверок решило обратиться к депутатам Госсовета Республики с просьбой рассмотреть вопрос о национализации предприятия. Во-первых, это позволит избежать социального взрыва, потому что отчаявшиеся сотрудники Крымхлеба именно в таком решении видят единственно возможный выход. А во-вторых, подвиги приезжего руководства известны в цифрах. Износ оборудования от 60 до 70 процентов. И на это все списывается в районе, в одном из месяцев до 20 миллионов. При проверке показалось, что этих денег реально не было освоено на этих предприятиях. Поэтому сегодня данная ситуация создает социальное напряжение и ставит под урозу продовольственную безопасность сегодня всего Крыма. Действительно, ситуация там очень сложная, поскольку нарушения имеют место быть буквально по каждому вопросу. Финансовая инспекция то же самое провела проверку, направила нам свои результаты. Мы изучаем, обобщаем и информация будет подготовлена к концу недели. Затронули также актуальную в Крыму тему очередей. Они не исчезают как у отделений Госкомнация, так и Федеральной миграционной службы. По сообщению полномоченной по правам человека Людмилы Лубиной, в ее ведомство участились жалобы от граждан. Решить проблему пообещали уже в кратчайшие сроки. Пришлось так, штатное восписание, принято решение, добавили нам штатные единицы. Остался вопрос, как не готоваться. 5 числа мы провели конкурс, у нас уже 70. Сколько вам добавили человек? 249. Общественный запрос на государственную регистрацию прав на движение имущества высок. И наша задача номер один, номер два и номер три – его удовлетворить. Не утихает и тема самозахватов. Правительство республики не собирается мириться с мошенническими схемами присвоения земельных участков. И поэтому уже разрабатываются меры по урегулированию ситуации. Глава республики еще раз подчеркнул – власть идет навстречу, но только тем, кто уважает закон. Вот эти все постройки вдоль дорог существовать не будут, это я вам еще раз говорю. Никто из тех, кто захватил землю в данном случае незаконным способом, ее не получит на том же месте. В том числе, если это крымчане, то есть были, которые имеют право на получение земли, они будут в установленном законном порядке, в общем порядке получать. Никаких приоритетов самозахватчикам в части узаканивания не будет. Также на заседании установили прожиточный минимум на третий квартал 2014 года. Он составит 5 786 рублей. Эдуард Здоров, Игорь Демидов, Время новостей. Грубейшие ошибки при проектировании, строительстве и эксплуатации. Таковы предварительные итоги расследования причин аварии на объездной трассе в Симферополе, которая унесла жизни сразу шести человек. В течение месяца после страшного ДТП на участке провала работали эксперты. Но для полноты картины нужны дополнительные исследования, уверен глава правительственной комиссии, которая курирует ход расследования Дмитрий Полонский. Будет ли в дальнейшем использоваться дорога убийца, выясняла Екатерина Сабинина. Одной из причин обрушения участка объездной трассы Симферополь-Дубки эксперты называют именно железнодорожный тоннель, над которым проходила дорога. Точнее, ошибки при его проектировании и строительстве. Нагрузка насыпи на арку металлической конструкции была распределена неравномерно. Поэтому некоторые участки дороги просто не выдержали. Фактически запас по прочности элементам сооружения был минимален и составил всего на все 1,7%. При этом любая подвижка грунта всего лишь на 1 сантиметр приводила к увеличению давления в 10 тонн, что могло вызвать разрушение. То есть запас прочности данной конструкции не был рассчитан должным образом. Кроме того, нарушения допустил и исполнитель работ. По информации Дмитрия Полонского, в документации не было специальных и лабораторных журналов работ и даже проекта производства. Глава комиссии также сообщил, что на обрушившемся участке дороги еще до аварии появились трещины в асфальте. Тогда их обработали битумным составом. На этом все закончилось. Никому и в голову не пришло проверить состояние дороги. Напомним, в ночь на 28 сентября на трассе «Мирная Дубки» в яму упали «Жигули». В машине находились 8 человек. Шесть из них, в том числе двое детей, погибли. А вот таксист из Севастополя Евгений Смирнов родился в рубашке. От той злополучной поездки мужчине напоминает лишь груда металла, которая осталась от его автомобиля. Произошло, естественно, диагональное смещение кузова. Передняя дверь не открывается, она просто закусила ее. Открывается только задняя дверь, но опять же, если смотреть здесь, то она полностью вышла из своих мест посадочных. Он все еще ждет результатов экспертизы. Исследование должно показать, подлежит ли машина восстановлению. Самым страшным для Евгения Смирнова стало даже не то, что он лишился своего железного коня, который был единственным средством заработка, а то, что он стал свидетелем чудовищной трагедии. Своё спасение называет чудом. Удар был очень сильный, потому что я на некоторое время потерял сознание. То есть я пришел в себя более-менее минут через 10-15 после удара. Несмотря на то, что сработали подушки безопасности, все-таки при скорости 80 км в час был удар настолько сильный, что вся кинетическая энергия, то есть одной подушкой все равно как бы не спасешься. До сих пор болит плечо, когда я увидел, что погибли люди, я тогда сразу осознал, где бы я мог сейчас оказаться. Зато уже известно, где окажутся виновные в трагедии. По словам главы республики Сергея Аксенова, справедливого наказания не смогут избежать даже должностные лица. Суд установит, кто конкретно там виноват. Но еще раз, вина должностных лиц имеется. У меня сомнений в этой части нет. Никакого теракта, конечно, не было. Обыкновенная халатность. Так как у нас все это проходило, знаете, как катастроили дороги, надо было руки еще приделать должностным лицам, которые все это проектировали, делали. Ну а с учетом того, что у нас на дорогах всегда хотели украсть как минимум 50%, то, конечно, ситуация вся вышла из-под контроля. Несмотря на случившуюся трагедию, движение на объездной все же придется восстанавливать. Дорога служила развязкой и разгружала центр крымской столицы от пробок и большегрузов. Движение на объездной до сих пор закрыто. По данным профильной комиссии, есть два варианта восстановления аварийного участка. Первый – без туннеля. Тогда строительные работы продлятся минимум в 6 месяцев, а республиканской казне это обойдется в 110 миллионов рублей. И второй – с сохранением ЖД переезда и строительством железобетонного тоннеля. Только на него уйдет 300 миллионов. Тогда строительные работы продолжатся до конца 2015 года. Но предложенный экспертами суммы глава республики поставил под сомнение. Сергей Аксенов считает, они сильно завышены. Поэтому он поручил еще раз провести проектно-сметные изыскания и проверить эти цифры. Екатерина Сабинина, Александр Смычек. Время новостей. На полуострове ведутся выездные проверки объектов по освоению бюджетных средств. Очередным из них стал Бахчисарай. С рабочим визитом город посетил первый вице-премьер правительства Михаил Шеремет. Здесь будут стоять столы для детей, стулья, оборудование игровое и оборудование методическое. То есть они здесь будут жить, в каком смысле, играть, заниматься, кушать. Директор детского садика «Красная шапочка» Елена Полищук с гордостью проводит первому вице-премьеру экскурсию по зданию и рассказывает о том, что и где будет находиться после ремонта. Сейчас основные работы уже сделаны. Осталось дело за малым. Косметическая реставрация внутри и приведение в порядок прилегающей территории. День, когда объект будет сдан, ждут с большим нетерпением. Ведь реконструкция детского сада длится уже три года. С сентября месяца у нас пошло финансирование на продолжение реконструкции. Выделено нам из федерального бюджета почти 30 миллионов. Мы вкладываемся и, надеюсь, 25 декабря детский сад будет сдан. Вторым объектом, который посетил первый заместитель председателя Совета Министров Республики Крым Михаил Шеремет, стала котельная с теплосетью. Ранее их ремонтом планировали заниматься украинские подрядчики и уже была сделана проектная документация. Но все договоренности так и остались лишь на бумаге. Сейчас ошибки прошлого исправляет новый подрядчик. Произошла оказия. Очень стараюсь, что подрядчик предыдущий подвел по всем показателям. Сейчас благодаря правительству Татарстан оказано содействие, так как они сотрудничают вместе. Сейчас по новым российским технологиям будем стараться уложиться во все сроки. Конечно, очень печально, что мы в отопительный сезон меняем теплосети, трубы. Но я надеюсь, что жители Бахчестра это воспримут нормально. Совсем скоро жители этого района благодаря новой котельной надолго забудут о зимних холодах. Плюс учли и фактор экономии и готовности к различного рода технологическим трудностям. Например, отключению подачи газа. Мы предлагаем оптимизировать, это будет и дешевле. И, в общем-то, по российским стандартам. Они идут с резервным топливом. То есть, если завтра не будет газа, они смогут автономно работать и поддерживать город. Они идут с дизель-генераторами. Это полностью по российским стандартам. В планах администрации Бахчестрая дальнейшее развитие города. Все условия, самое главное финансовые, для этого уже есть. Сегодня у нас есть вопросы по водоснабжению, особенно в сельской местности. Все системы водоснабжения, которые еще в советские времена были построены, они сегодня изнушены процентом на 95. Поэтому основной задачей у меня сегодня есть это проектирование всех сетей. И сложно заключаться в том, что местные поселения не имеют в бюджетах средств даже на проектирование. Мы эти вопросы решаем с нашими кураторами. И заявочная кампания на 2015 год для выделения средств на эти мероприятия. Контроль за оперативностью и качеством работы подрядчика городская и республиканская власть будут осуществлять регулярно, чтобы потраченные на нужды громады деньги использовались по назначению. Андрей Трещук, Ольга Савенко, Бахчисарай. Время новостей. По поручению главы республики Сергея Аксенова, Симферопольская администрация объявляет войну незаконно возведенным ларькам и мини-постройкам. Многие из них по документам проходят как малые архитектурные формы, но зачастую не соответствуют предъявляемым параметрам. Уже создана специальная комиссия по рассмотрению законности размещения подобных объектов. Недавняя большая городская проверка Сергея Аксенова выявила целый ряд мест в крымской столице, где постройки не только нарушают все нормы закона, но и порой вообще противоречат здравому смыслу. Глава республики дал ответственным неделю времени на то, чтобы принять конкретные решения вопроса. В состав комиссии по рассмотрению законности размещения малых архитектурных форм вошли представители всех профильных управлений города, а также общественники и депутаты горсовета. В любом случае мы должны остановить сейчас, уже она остановлена, я так думаю, надо проверить произведение всех строительных работ и выйти на процесс отмены или решений о выделении, или национализации. Один из первых объектов на карандаше у комиссии – строящийся трехэтажный торговый центр на площади перед центральным рынком в Симферополе. Изначально он был оформлен как временная торговая точка и в итоге превратился в капитальное железобетонное строение. Законность такой стройки под большим вопросом. «Чрезвычайная ситуация, которую мы не сможем ликвидировать, если вдруг, ну не дай бог, конечно, тфу-тфу, но случится она. Потому что представьте, убрать МАФ, который, скажем, совсем не МАФ, а там бетонные столбы по полметра стоят, ну практически невозможно. То есть это нонсенс, это безопасность жизни наших людей, горожан. В течение ближайших десяти дней комиссия направит запросы во все контролирующие органы, начиная от МЧС и заканчивая прокуратурой. Администрация не сомневается, заключения подтвердят незаконность размещения такого строения в пешеходной зоне перед рынком. А уже после этого приступят непосредственно к сносу гиперлалька. Александра Белинска, Виталий Попач, Сергей Козырь. Время новостей. Сотрудники Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков задержали 32-летнего крымчанина, который выращивал в специально оборудованной теплице частного дома коноплю. Вес изъятых растений составил более 50 килограммов. В помещении площадью 45 квадратных метров с помощью специальных приспособлений поддерживалась нужная температура и влажность. По приблизительным подсчетам этой партии конопли хватило бы для производства 5000 доз марихуаны. Владельцу плантации за такое производство грозит 8 лет лишения свободы. Подготовку профессиональных журналистов в Крыму снова обсуждали за круглым столом. На этот раз в Таврическом национальном университете собрались преподаватели кафедры межязыковых коммуникаций и журналистики, практикующие медийчики и представители власти. Инициаторами этой встречи выступил научно-педагогический коллектив факультета славянской филологии и журналистики. Сейчас ВУЗ переживает непростой период перехода в систему высшего образования России и переформатирования ТНУ в Крымский федеральный университет. Поэтому вопрос подготовки профессиональных кадров на сегодняшний день стоит особенно остро. Универсальный специалист, конечно, должен быть с хорошей подготовкой. И если в образовательном пространстве Украины образование воспринималось как коммерческий продукт в большей мере, то в образовательных стандартах России, и в этом главное отличие, делается ставка на качество подготовки специалистов. Журналистика, ремесло и одновременно наука. В один голос твердят педагоги. Пример приводит своих выпускников, которые успешно работают как в печатных СМИ и информагентствах, так и на радио и телевидении. Однако тех, кто смог бы реализовать себя в профессии, не так уже много. Вступают в спор практикующие журналисты. При этом главное беда не в стиле преподавания и нехватке рабочих мест, а в отсутствии желания самих студентов учиться профессии, уверены специалисты. Уровень современной крымской журналистики на катастрофически низком уровне продолжает профильный министр Дмитрий Полонский. И уже этот факт, что в республике наконец заговорили на эту тему – достижение. Правда, за беседой так или иначе должны последовать конкретные выводы, ведь вопросов по-прежнему куда больше, чем ответов. Приходят не студенты, не журфак от НУ, а, допустим, к нам приходят студенты аграрного университета. А знаете, почему они к нам приходят? А потому что с их стороны и со стороны университета есть определенная в этом плане инициатива. Я сегодня только докладывал на Совете Министров и говорил о том, что у нас очень плохая ситуация с работниками пресс-служб Министерства ведомств. Скажите, пожалуйста, а говорит ли кто-то студентам с первого курса, когда он только пришел, что журналист – это не только выйти в телевизионные эфиры милым личиком, читать прогнозы погоды или выступать в новостях. А говорим ли мы о том и понимают ли они, что помимо просто телевизионного ведущего есть еще журналист информационного агентства, есть журналист газетный, есть гостевой редактор. А скажите, а скажите, пожалуйста, а кто у нас готовит, я можно закончу, а кто у нас и где готовит операторов, режиссеров, монтажеров? Нет, так я просто об этом говорю, так а это все люди, которые должны работать в медиасфере. При этом сейчас власти напрямую заинтересованы в том, чтобы крымские СМИ заняли достойное место в российских масс-медиа. Мы готовы делать эти курсы, мы готовы предоставлять студии, мы готовы предоставлять оборудование, мы готовы запускать студентов на наши ресурсы, информационные, электронные и так далее, печатные. Давайте этих людей, давайте. Я хочу, чтобы у нас были студенты факультета журналистики, чтобы был факультет журналистики. Крым получил уникальный шанс на развитие. И если мы в этом плане это развитие не поддержим, в частности в сфере журналистской, ну мы просто проиграем по всем статьям. Сейчас необходимо предъявлять к абитуриентам и студентам больше требований, подытожил Дмитрий Полонский. А педагоги со своей стороны с самого начала должны прививать будущим журналистам любовь к профессии. Олег Черемисин, Елена Бережная, Время новостей. Трехразовое питание в детских садах обойдется родителям в 132 рубля в день. Такое решение приняли на очередной сессии Симферопольского горсовета. Правда, власть будет компенсировать половину суммы. Для того, чтобы разъяснить, насколько новая оплата оправдана, исполняющий обязанности главы Симферопольской городской администрации Геннадий Бахарев встретился с директорами детских садов и представителями общественности. Для каждого родителя хорошее самочувствие ребенка – это самое главное. Ни для кого не секрет. Правильное питание – залог здоровья. Поэтому экономить на нем нельзя ни в коем случае. Ранее сдавали ежедневно чуть более 30 рублей. Естественно, этих денег не хватало, чтобы вкусно и сытно накормить ребенка. Нормы такие. Первого блюда 200-250, а второго блюда 140-160. Вот такой выход порции. Завтрак, обед и ужин. Еще трех. И еще плюс сейчас в 10 часов даем какие-то фрукты. Повышение питания должно быть, потому что меняется ценовая политика на рынке закупки. Но и то, что власти и сами родители должны контролировать и поставки продуктов, и приготовленную пищу, и та пища, которая подается на стол дошкольникам, на стол деткам. Подняв вопрос на всеобщее рассмотрение, исполняющий обязанности главы Северопольской городской администрации Геннадий Бахарев в очередной раз убедился – повышение цены оправдано. Все присутствующие единогласно поддержали решение об увеличении платы питания в детских садиках до 132 рублей в день. Мамочки однозначно за повышение суммы, поскольку на сумму, которая выделялась до этого, конечно, сложно накормить полноценно детей. Но они хотят тотального контроля за качеством питания. Какое питание будет на эту сумму, какая-то отчетность должна быть. Обязательно контроль поставки продуктов. Насколько уже улучшился рацион маленьких симферопольцев в садиках, Геннадий Бахарев решил убедиться лично. Что-то изменилось в части того, когда увеличилось. Вот именно в последнее время, вот сейчас, буквально, это несколько дней, да, совершенно, конечно. Классная еда. Я вообще люблю макароны по-флотски. Перемены заметили и сами дети. Теперь после обеда они сдают пустые тарелки. Спасибо. Почему ты разговариваешь за столом? Славя, вот и ерунка сейчас. Здоровья. Спасибо, Кучкин. Спасибо. На здоровье. Пусть на вас кормят. Да. Для того, чтобы новые, более высокие стандарты сильно не ударили по семейному кошельку, половину затрат берет на себя городской бюджет. Мы берем на себя средства, это 50% стоимости питания в день. Это 66 рублей. На каждого ребенка, посещающего детский садик в городе Симферополь. Это достаточно. В России такого нет. Плюс к этому мы сейчас делаем инициативу в части обеспечения мало обеспеченных семей и многодетных семей. В этом году родители продолжат оплачивать детское питание по 66 рублей в день. Но уже в 2015-м эта сумма увеличится, приблизившись к российским стандартам. Дмитрий Попов, Олег Черемисин. Дремя новостей. Теперь крымчане будут учиться в автошколах по-настоящему. Новые российские требования предполагают увеличение учебных часов, улучшение условий обучения и сокращение автошколов примерно в три раза. Но главная задача реформы улучшить культуру и качество вождения в России. К чему готовятся будущим водителям, узнавали наши корреспонденты. 56 часов вместо 40 именно столько времени теперь проведут за рулем автомобиля все желающие обучиться вождению. Это одно из обязательных условий новой реформы всех российских автошкол. Придется теперь учиться дольше и ускоренный курс пройти не удастся. Однако же теперь крымчане будут получать специальное свидетельство о профессии водитель. Список документов для обучения на самом деле остался прежним. Справка медкомиссии, копия паспорта, фото 3 на 4. Далее заключаем договор с автошколой. Кстати, их количество в Крыму уменьшат. Правила получения лицензии стали более жесткими и далеко не все пройдут законодательное сито. В целом же с начала следующего года будущим водителям надо будет прослушать 130 часов теории, на которых особое внимание уделяется психологическим ситуациям и оказанию медицинской помощи. Некоторые автошколы, как, например, ДСАФ, работают по новой программе уже с сентября. Как утверждает руководство, все новшества применяются плавно. И существующие четыре вариации посещения курсов учитывают возможности в том числе и студентов. Учиться придется три месяца, но будущие водители не жалуются. С нам, как студентам, предоставлена возможность более глубоко изучить теорию, практику, показать себя на дороге. Новые сроки, новая оплата. С 2015 года ученику автошколы придется выложить 26 600 рублей. Многие отнеслись к этому с недовольством, но с учетом всех плюсов у Крыма, как говорят специалисты, и здесь льготные условия. В основном по южному региону в Российской Федерации стоит 26 600 рублей, включая в себя топливо. А вот разница между автоматом и механикой ощутима. Отучившись на автомат, права будут считаться недействительными, если вы пересядете за механическую коробку передач. И, наконец, заключительный этап сдачи итогового экзамена, который сейчас принимают в три этапа – теория, а также вождение на площадке и в городе. Жесткие условия не позволят получить желанное удостоверение без качественных знаний. Ну, скорее всего, да, потому что если больше будет водителей опытней, то будет, естественно, удобней. Применение новых правил получения лицензий, они как бы намного скажутся на культуре вождения, на получение прав. Это хорошая возможность улучшить качество движения на дороге. Если вы уже получили российские водительские права, вопреки всем слухам, можете спокойно отправляться в автотур за границу, потому как статус у них международный. Главное – быть осторожным на дороге, ведь не зря говорят, что правила дорожного движения написаны кровью. Ирина Гротила, Александр Смычек, Время новостей. Помогать и защищать права спортсменов. Именно с этой целью в Крыму создали межрегиональный профсоюз спортсменов под названием «Крымпрофспорт». Представители из разных регионов республики и Севастополя выбрали председателя и ревизора, а также обсудили количество мест в комитете от каждого города-полуострова. Создание «Крымпрофспорта» не блажь, а необходимость. Ведь он будет курировать основные организационные вопросы, начиная с защитой прав спортсменов и заканчивая предоставлением финансовой помощи. Раньше эти функции полностью уложились на профильное министерство. Теперь нормы российского законодательства позволяют разграничить перечень задач. Я уверен, что создание такого мощного блока, блока профсоюзов, который будет поддерживать и спортсменов, и тренеров, и специалистов физической культуры и спорта, нам позволит быстрее адаптировать новый субъект Российской Федерации к тем стандартам, которые сегодня регламентированы действующим взглядом Российской Федерации. Создание «Крымпрофспорта» сейчас как нельзя кстати. В республике массово начинают сдавать нормы ГТО. Их организацией должен заниматься именно профсоюз. Также в функции комитета входит объединение интересов спортсменов. Председателем единогласным решением выбрали Анатолия Ефименко, который уже определился с первоначальными планами на новой должности. Готовить все документы в Москву, получить оттуда необходимые документы, готовить документы в Минюст и так далее. Вот пока на этом этапе я должен этим. Как только профсоюз будет официально зарегистрирован, тогда мы создадим руководящие органы, подразделения в городах и районах, чтобы это был полноценный профсоюз, каким ему положено быть. Руководители профсоюза на местах еще не определены, но главным пожеланием было четкое распределение по городам и районам. От Симферополя и Севастополя предложили по три члена в Центральный профсоюзный комитет, от других городов полуострова – одного-двух. А вот за финансовыми операциями и обращением денег будет следить ревизор, которого также выбрали единогласно. Основные мои функции – это будет контроль за движением финансовых потоков, правильное использование в рамках российского законодательства, финансового законодательства и в рамках законодательства профсоюзного нашего движения, то есть в рамках устава. Выбор пал на надежных людей, которые болеют душой за спорт и готовы трудиться, не покладая рук, чтобы юноши, ветераны и действующие спортсмены были защищены в своих правах и чувствовали надежную опору в лице профсоюза. Уверен, что и председатель, и руководители рабочего президиума приложат все усилия для того, чтобы мы от этого сегодняшнего форума двигались к реализации нашей главной цели – служить спорту, служить физкультуре, служить крымчанам, севастопольцам. Первый камень строительства крепкой организации заложен. Теперь у членов Крымпрофспорта впереди много работы, но одна цель – помогать спортсменам. Артем Артеменко, Игорь Романенков, Время новостей. Пока это все новости, но наши журналисты продолжают следить за наиболее важными событиями. Оставайтесь с первым Крымским. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова